хотели бы вы имею себя на кошельке всего лишь 100 долларов торговать на сумму 1000 долларов или даже 10000 долларов в этом видео мы разберем с вами пошаговую инструкцию по тому как торговать и зарабатывать на фьючерсах на бирже okx.com в этом видео я расскажу вам все фишки и секреты устройства фьючерсного терминала мы разберемся с тем с вами как открывать закрывать сделки как ставить стопы тейки разберемся с тем что такое кросс маржа изолированная маржа и вообще в принципе все тонкости которые вам нужно знать по рабочим фьючерсами я постараюсь вам в этом видео раскрыть еще если у вас нет аккаунта на бирже okx.com то обязательно переходите по ссылке под этим видео создавайте аккаунт по нашей ссылке и забирайте от нашего проекта крутые бонусы а именно доступ в торговый чат с идеями и поддержкой и курс по техническому анализу из более чем 30 видео уроков подробности также будут по ссылке под этим видео а мы с вами без долгих слов сразу приступаем к делу и так для того чтобы торговать и зарабатывать на фьючерсах x вам естественно потребуется аккаунт на бирже okx выглядеть он будет примерно следующим образом после того как вы создадите верифицируйте его если у вас аккаунта еще нет опять же ссылочка под этим видео есть подробнейшие инструкции на моем канале как это сделать ссылки на них я оставлю вам обязательно в подсказках к этому ролику да кстати если вы на мой эту канал еще не подписаны то обязательно делать это прямо сейчас подписаться включать уведомления чтобы не пропускать здесь новое видео здесь очень много полиция контента про крипту плюс я регулярно делаю обзоры по крипто рынку в общем подписать включать в дальнейшем не пропускать снова видео для того чтобы торговать на фьючерсов по столько мы создали аккаунт нам нужно будет его естественно пополнить если у вас деньги находятся на другой бирже то вы нажимаете кнопочку пополнить дальше здесь вы выбираете криптовалюту в которой вам нужно будет пополнен например и видите далее выбираете сеть у вас появляется собственно адрес для кошелька и вы пополняете также можно сделать при помощи сервиса петупи нажимаете пету пи торговля но если мете торговать на потупи то здесь никаких сложности у вас не возник также подробные инструкции есть на моем канале далее для того чтобы нам с вами торговать именно на фьючерс этом аккаунте нам необходимо будет перевести своим все средства именно на торгового камта для этого в переход за вкладку активы и здесь смотрите у нас есть обзор да то есть это общая сумма средств нашем аккаунте на данный момент у меня здесь 8 415 видите если у нас основной аккаунт есть нас торговый камеру торговом аккаунтеited немного денег давайте мы все деньги Сейчас перейдем с вами именно на торговый аккаунт. Для этого я нажал кнопку «Перевести». И сейчас мы, собственно, переводим с вами деньги с основного аккаунта на торговый аккаунт. Нажимаем «Давайте максимальную сумму» и нажимаем «Подтвердить». Все, отлично, деньги переведены. Обновляем страницу, видим то, что у нас на торговом аккаунте. Во вкладке «Активе» 8415 USDT, ну и какие-то там копейки еще. Итак, аккаунт с вами пополнили. Переходим непосредственно к фьючерсам. Для этого нам необходимо будет нажать с вами кнопку «Торговать». И здесь, смотрите, вам нужно будет ее зажать. Теперь отпускаем и выбираем именно бессрочные контракты. То есть они нас интересуют в первую очередь. Но прежде чем мы будем с вами тыкать кнопки, давайте небольшая пауза. Я вам расскажу, что из себя вообще представляет фьючерсный контракт и чем отличается, например, от покупки спотовых активов. Да, кстати, если вы еще не поставили лайк под это видео, обязательно сделайте это прямо сейчас. Я думаю, вы уже убедились в том, что это видео для вас будет крайне-крайне полезно. Да, кстати, если у вас останутся какие-то вопросы после просмотра этого замечательного ролика, вы тоже можете задать их в комментариях. На большую часть комментариев я стараюсь отвечать. Итак, чем же отличается торговля на фьючах от торговли на споте? Смотрите, когда вы покупаете что-то на споте, то есть на спотовой торговле, например, вы покупаете один биткоин на споте, то есть вы по факту владеете одним биткоином. Вы можете взять его, вывести к себе на какой-то другой кошелек, скажем, программный или аппаратный. Вы можете перевести его к себе на какой-нибудь другой аккаунт, на другую биржу и так далее. То есть вы фактически владеете одним биткоином, либо любой другой криптовалютой, которую вы купите. Если же вы работаете с фьючерсными контрактами, то вы не владеете этой криптой по факту. То есть это самое важное отличие, которое вы должны понимать. То есть еще раз фиксируемся. Когда вы что-то купили на споте, вы по факту владеете этим активом. На фьючерсах ситуация другая. Фьючерсный контракт это по сути просто некий договор о том, что вы с биржей условились открыть определенного рода контракт. Long или short по определенному виду активы. Контракты типа long это когда вы рассчитаны на то, что цена актива будет расти. И вы как бы производите его покупку. Контракты типа short они с расчетом на то, что вы увидите падение актива и заработаете именно на падение актива. Как устроены long-short позиции мы сейчас подробно с вами останавливаться не будем. Если вам это интересно, у меня на канале есть подробнейшее видео. Оно называется трейдинг от Адая для новичков за 20 минут. Ссылочка тоже будет в подсказках. Там все эти термины супер подробно разобраны. Сейчас просто в таком базовом варианте. Следующее важное понятие, которое вам нужно знать. Это плечи, кредитные плечи. Для того, чтобы грамотно пользоваться кредитными плечами, вам нужно понимать самую базовую базу, которую мы опять же с вами разберем. Если вы хотите глубже копнуть, то конечно же у меня на канале есть видео, как устроены кредитные плечи. Там видео на 20 минут, там прям супер подробно эта вся история разобрана. Если кратко, что такое кредитное плечо? Кредитное плечо как раз таки дает вам возможность, имея скажем 100 долларов, покупать активы на 1000 долларов или на 10000 долларов. Здесь несет размеры вашего кредитного плеча. Но естественно, используя кредитного плеча, оно увеличивает ваши риски. Каким образом? Смотрите, давайте представим гипотетическую ситуацию. Вот у вас есть 100 долларов на вашем аккаунте, на бирже. Вы хотите купить биткоин, скажем, на 1000 долларов. Приходите к бирже и излагаете ей свои намерения, условно. Биржа говорит, хорошо, я даю тебе как бы в долг 900 долларов под обеспечение твоих 100 долларов. То есть вот это супер важный момент. Вы открываете позицию, имея 100 долларов, на 1000 долларов под обеспечение 100 долларов. Если вы вот эту вот суть уловите, то дальше все вам будет гораздо проще восприниматься. Мужик, я ни хера не понял, что ты сказал мне. Дальше что происходит? Вы приходите на биржу, открываете сделку с 10-м плечом. То есть у вас есть 100 долларов для того, чтобы открыть позицию на 1000 долларов. Вам нужно взять плечо x10. Я думаю, здесь все достаточно просто. То есть вы умножаете свои средства в 10 раз. Теперь вы открыли, допустим, позицию лог. Скажем, биткоин купили по 25 тысяч долларов. Как он стоит на текущий день, плюс-минус. Дальше что у нас с вами происходит? Если стоимость биткоина меняется на 10% вверх, то есть примерно 27500 становится, то вы зарабатываете с 1000 долларов. То есть вы зарабатываете в 10 раз больше, чем могли бы заработать со 100 долларов условно. Ну понимаете, вы покупаете там на 100 долларов, например, биткоин 001, а на 1000 долларов вы просто купили 0,01. И история здесь какая? Вы зарабатываете, да, в 10 раз больше, а наложено 1. Но есть один нюанс, как говорится. Если цена биткоина пойдет вниз, да, то есть, например, вы открыли ту же самую лонг-позицию на 1000 долларов, по цене 25 тысяч за биткоин, но цена пошла против вас и дошла до отметки, скажем, 22500 долларов. Сделаем минус 10%. Если у вас в этом случае закончится маржинальное обеспечение позиции, ваша позиция будет ликвидирована, и вы все свои деньги, естественно, потеряете. Пиздец. Чего не может произойти на спотовом аккаунте. И это основная опасность, собственно, торговли на фьючерсах. То есть, перед тем, как к ней переходить, я крайне рекомендую вам, ну, во-первых, внимательнейшим образом посмотреть это видео, во-вторых, посмотреть, в принципе, побольше видео на моем канале про риск менеджмент, про кредитные плечи, про трейдинг, что это, в принципе, такое, да, какие там основные инструменты для анализа рынка. И после этого уже переходить непосредственно к использованию фьючерсного терминала. Я знаю, вот эта минутка монотонности, она, наверное, вам сейчас скажет, ну, что, я и так все знаю. Но, друзья мои, я знаю очень много печальных историй, когда люди сливают деньги на фьючерсах, просто не понимая, что и зачем они делают. Вот чтобы с вами этого не произошло, я, так сказать, провожу вам инструкцию по технике безопасности и по тому, как не слить ваш депозит при торговле на фьючерсах. Итак, после того, как вы получили инструкцию по технике безопасности, мы с вами открываем торговый терминал и двигаемся далее. А прежде чем мы с вами будем избирать торговый терминал, давайте я вас приглашу подписаться на наш телеграм-канал. Ссылочка у него находится под этим видео. Там очень много полезного контента на тему крипты, плюс я там рассказываю, в какие сделки вхожу. В общем, обязательно на телеграм-канал подписываться, там все самые актуальные новости, как от нашего проекта, так и из мира кайки в целом. Еще раз, ссылка под этим видео, переходите и подписывайтесь. Так, друзья мои, мы находимся с вами сейчас в торговом терминале. Как в него попасть? Я вам уже сказал, мы нажимаем с вами на вкладку торговать, зажимаем ее и выбираем бессрочный контракт. Бессрочный торгуем для того, чтобы не заморачиваться с тем, когда там будет дата экспирации и так далее. Нам эти лишние сложности с вами ни к чему. Давайте просто для начала разберем, как вообще устроен этот самый торговый терминал. Смотрите, мы с вами вверху видим BTC USDT бессрочный. Мы на него, если нажмем, то мы здесь увидим остальные контракты по другим криптовалютам. Ну, например, биткоин, эфир, лайткоин, рипл, биткоин, кэш, салан, мпп и так далее. То есть вы здесь можете полистать, либо можете просто в поиске ввести нужный вам тикер. У нас с вами есть также биржевой график, да, который нам предоставляет OKX. Но мне не очень нравится на лидерах графики на бирже. Мне больше нравится работать на сервис TradingView. Опять же инструкция есть у меня на канале, если вы хотите, отдельно посмотрите. Также мы можем с вами открыть более, так сказать, развернутый график. Если нажмем с вами на две свечки сверху, то вы нажимаете и, собственно, открываете уже более подробный график. Здесь можете выбрать таймфрейм, то есть сколько информации будет в одной свече. В данном случае у меня указан один час. Плюс можете смотреть тут основные индикаторы, мувинги, экспоненциальные мувинги, макдеерса и так далее. Но еще раз, я обычно пользуюсь сервисом TradingView, если вам нужно анализировать графики, наверное, вам лучше тоже его использовать. Дальше у нас здесь с вами есть книга ордеров, то есть это биржевой стакан, так называемый. Здесь сейчас стоит у меня значение 0,1. Ну, мы можем с вами поставить 10 и, собственно, посмотреть, какие сейчас активные сделки есть у других участников. То есть какие активные лимитные ордера именно на фьючах. То есть это именно фьючерсный стакан от биржи, у кого их здесь показывается. Окей, возвращаемся обратно и разбираемся дальше. Теперь мы с вами, обратите внимание, здесь видим кнопочку изолиров, да, изолиров или кросс-моржа. Вы здесь можете внимательнейшим образом прочитать этот текст, но давайте я вам отличить, чем отличается режима изолированной моржи от кросс-моржа. Смотрите, первый вариант, да, это когда у нас моржа кросс. Я вам ее, кстати, использовать не рекомендую, я всегда торгую только на изолированной морже, потому что это очень четко ограничивает риск в позицию. Что такое кросс-моржа? Крос-моржа это когда вы открываете сделку и у вас для обеспечения вашей позиции используется все, что у вас есть на аккаунте. Помните пример, да, я вам приводил, то, что вы открываете сделку на 100 долларов с 10-м плечом как бы на 1000 долларов, и у вас идет обеспечение 100 долларов. То есть, если вы доходите до 22 500, все, ваша сделка закрывается, вы вот 100 долларов фиксировано теряете. Если же вы открываете сделку на 10-м плече на кросс-морже, и у вас на аккаунте еще есть деньги помимо 100 долларов, на которые вы открыли сделку, то есть цена подходит 22 500, после чего вы уходите в минус у основной морже с вашего аккаунта. То есть, там, в принципе, вы можете так ликвидировать и весь свой депозит, если, например, цена биткоина там пойдет в ноль, а у вас будет там всего 1000 долларов условно, или там 500 долларов, например, да, на аккаунте. Вот поэтому я вам рекомендую использовать изолированную маржу, и я лично торгую постоянно только на изолированной морже для того, чтобы ограничивать свои риски. И вообще, я бы вам не рекомендовал использовать кредитные плечи для того, чтобы, скажем так, раздувать свой депозит. Кредитные плечи по уму используются для того, чтобы просто не хранить свой депозит на бирже. Допустим, у вас есть торговый депозит там 100 тысяч долларов, вы понимаете, что хранить на бирже, ну, как бы не очень, да, лучше там хранить или на кошельках, или в наличке, или еще как-то. И вот вы, как раз-таки, храня на бирже всего лишь 10 тысяч долларов, например, вы торгуете уже на полный свой депозит, используя 10-е плечо. Если вдруг что-то произошло, просто пополняете, собственно, средство на свой аккаунт. Теперь что такое вообще изолированная маржа? Изолированная маржа – это когда у вас обеспечение в позиции является критичной точкой ликвидации. Давайте еще раз перефразирую. Изолированная маржа – это когда у вас в сделке есть четко обозначенное количество маржи, и если эта маржа заканчивается, ваша сделка просто ликвидируется. Да, вы теряете какую-то часть денег, но вы хотя бы не ликвидируете весь свой депозит, и это в моем понимании самое важное. Поэтому я рекомендую использовать изолированную маржу, мы будем с вами работать именно с ней. Поэтому выбираем изолированную и нажимаем «Подтвердить». Если вдруг вам что-то непонятно, здесь вот на каждый практически пункт на УКХ есть очень подробные инструкции. Также, кстати, если у вас есть вопросы по УКХ, вы можете вот сюда вот нажать на домик, да, здесь у вас будет сверху чат, собственно, поддержки, сообщения. Вот вы здесь сможете создать новый чат с поддержкой и, собственно, задать там свои вопросы. Следующий момент – это выбор торгового плеча. То есть, обратите, зелененькие циферки – это выбор плеча на лонг, красные цифры – это выбор плеча на шорт. Например, давайте мы с вами нажмем на зеленую и выберем торговое плечо Х10. То есть, сейчас все наши сделки, они будут открываться с торговым плечом Х10. Нажимаем «Подтвердить», да, там нас уведомляют о рисках, существует риск ликвидации и так далее. На шорт делаем то же самое. Ставим себе десятое плечо, нажимаем «Подтвердить», нажимаем «Продолжить». То есть, обратите внимание, что он нам сразу показывал, какой максимальный размер позиции мы можем открыть. То есть, сейчас на ту маржу, которая у нас есть, мы можем открыть с вами 3.2 BTC. Окей, нажимаем «Подтвердить», «Продолжить», «Двигаемся далее». Теперь, что мы здесь с вами видим? У нас есть с вами, собственно, еще раз, два типа сделок – это лонг и шорт. Мы сейчас с вами можем открыть их через лимитный ордер, мы можем открыть с вами их через рыночный ордер. Давайте мы будем открываться с вами через лимитный ордер. Что такое лимитный ордер? Лимитный ордер – это открытие рыночной позиции по определенной цене. То есть, например, у нас сейчас с вами цена, вот смотрите, прям видно, да, на экране – 26.094 доллара за один биткоин. Если мы хотим с вами открыть, например, по 26.085 за один биткоин. Смотрите, вот я обычно всегда работаю по сумме, то есть я открываю позицию именно по количеству определенного актива. В частности, мне удобнее работать именно с самим активом, например, по BTC. Можно открывать по стоимости, то есть вы размещаете ордер по стоимости в BTC, стоимость не изменится при настройке кредитного плеча. Чтобы лучше понять, как эта история работает, я вам рекомендую сделать и то, и то, но мы будем работать с вами именно по сумме. То есть давайте я, например, открываю сейчас позицию на 0.1 BTC в лонг по 26100. Мы открываем с вами лонг позицию на 0.1 BTC. И теперь давайте разберем с вами, что такое тейк-профиты и стоп-лоссы. Собственно, он будет нам показывать, что вы можете установить цену стоп-лосс заранее. Бла-бла-бла. Я вам просто специально показываю, что здесь на каждой вообще чих-пых есть подробнейшее объяснение. Нажимаем галочку, чтобы у нас с вами показывался тейк-профиты стоп-лосс. Представим ситуацию. Мы открываем с вами позицию на биткоин в рост 26100. Планируем, чтобы наш биткоин с вами продался по 26500, да, то есть чтобы мы с него заработали, ну там, напишет нам... Нет, здесь не пишет. А, вот он, если нажать дополнительно, да, пишет, то что если у нас дойдет до 26500, в нашем случае мы заработаем 40 долларов. И стоп-лосс это ограничитель убытков. То есть мы понимаем, что если, например, цена биткоина дошла, давайте в нашем случае пусть это будет там 25900, да, допустим, то мы потеряем с вами 20 долларов, но мы дальше пересиживать наши убытки не готовы. Естественно, я вам не буду уже даже говорить про то, что стопами обязательно нужно пользоваться, чтобы не словить ликвидацию своей позиции. Окей, двигаемся мы с вами далее. Нажимаю кнопочку подтвердить и видим нашу позицию. Давайте мы нажмем открыть лонг. И сейчас, когда цена придет в 26100, собственно, наш вот этот вот ордер, да, он будет исполнен. Можем минуту подождать. Я думаю, мы сейчас это с вами должны увидеть. Но пока ждем. Давайте я вам все-таки объясню быстренько, как вообще устроено по логике открытия шорт позиции. Чтобы открыть шорт, нам нужно с вами что сделать? Нам нужно с вами занять у биржи определенный актив. То есть мы приходим на биржу и говорим, биржа, дай нам, пожалуйста, один биткоин в долг. Именно биткоин. Мы берем биткоин, занимаем у биржи. Например, цена биткоина на этот момент там 30 тысяч долларов. Собственно, мы берем у нее один биткоин и идем на биржу и продаем этот биткоин. То есть у нас оказывается с вами на руках 30 тысяч долларов. Потом, что мы с вами делаем? Мы ждем, пока цена актива опустится. Приходим на эту же биржу и выкупаем у этой биржи, собственно, актив по 25 тысяч долларов, например. И вы понимаете, что у нас с одного биткоина таким образом остается чистый профит в 5 тысяч долларов. И, естественно, у этого всего есть риск того, что цена биткоина пойдет дальше в рост. А нам с вами в любом случае нужно будет возвращать бирже именно один биткоин. Если, например, мы продали по 30, к определенному моменту цена будет 35, то нам придется выкупать биткоин обратно по цене 35 тысяч долларов, и мы потеряем с вами 5 тысяч долларов. Но это просто, опять же, небольшое теоретическое отступление, чтобы вы понимали, как устроено открытие шорт-позиции. Двигаемся с вами далее. Собственно, мы с вами открыли лонг-позицию, да, как вы помните. Вот она у нас открылась уже. Мы по ней сейчас терпим с вами небольшие убытки в размере 50 центов. Также здесь мы видим с вами то, что PNL, то есть профилос по нашей сделке, составляет 0,39%. И это наш лонг. Теперь давайте мы с вами откроем шорт-позицию. По-моему, мы еще ее не сделали. Да, это у нас стоят, смотрите, это стоят у нас как раз-таки триггерные ордера, то есть на стоп-лосс и на тейк-профит. Теперь давайте откроем с вами шорт, ну, плюс-минус тоже по текущей. А, или, знаете, давайте вообще с вами шорт откроем рыночным ордером и заодно разберемся, как это работает. Итак, как открыть шорт-позицию? Смотрите, для этого мы выбираем с вами тип ордера. Ну, давайте будем работать также по лимитнику. 26111, да, то есть когда цена биткоина придет в это значение, мы хотим здесь открыть шорт-позицию. Также будем, например, открывать на 0,1 биткоин. Теперь выбираем тейк-профит, стоп-лосс. Ну, например, тейк-профит, давайте, у нас будет на 25550, а стоп-лосс у нас будет, ну, допустим, на 26300. Опять же, друзья, мы сейчас с вами просто абстрактные позиции открываем, да, моя задача показать вам принцип. Окей, нажимаем открыть шорт, и если сейчас у нас цена биткоина придет в значение 26111, то, собственно, у нас откроется шорт-позиция. И давайте я вам расскажу, как работают рыночные ордера, да, то есть здесь вообще на самом деле есть расширенный лимит, маркет, ордер, тейк-профит, стоп-лосс, там и так далее, триггерные стопы есть. Но вы с этим, если что, разберетесь самостоятельно. Подробное описание, смотрите, вот здесь видите, маленькая буковка I, и вот здесь есть прям все очень подробно разобрано. Далее, если мы хотим с вами, например, открыть шорт-позицию или лонг-позицию по рыночному ордеру, то есть вот мы заходим с вами и прям просто вот прям в моменте хотим открыть свою позицию, мы нажимаем с вами маркет-ордер, и также выбираем количество биткоинов, на которые хотим открыть 0.1. Если мы сейчас с вами откроем лонг-позицию, мы здесь не будем уже указывать стопы и тейки. Собственно, наша лонг-позиция, она будет добавлена к той, которая у нас была. Помните, да, то есть мы первого открывали на 0.1, и сейчас вторую по маркету, то есть прям просто по текущей рыночной цене мы тоже с вами открыли на 0.1. При этом плечо у нас с вами X10. Обратите внимание, то, что я сейчас говорю, именно про нижнюю позицию, которая у нас с вами открыта в лонг. То есть вы сейчас видите, что у нас позиция лонг, маржа изолированная, и, собственно, плечо у нас с вами X10. Также мы можем посмотреть размер маржинального обеспечения, которое у нас используется в позиции 522 USDT. Оно, кстати, еще, по-моему, у нас должно быть где-то на этапе открытия, если мы, например, с вами будем открываться по лимитпику. Да, то есть давайте, допустим, мы хотим открыться по 26.100, и введем 0.1 BTC, то у нас, вот видите, стоимость позиции в лонг 261 доллар написано. То есть это то маржинальное обеспечение, которое у нас используется здесь, у вас пишется. Собственно, сейчас мы с вами видим все вообще, что нам нужно знать про нашу позицию. Цена маркировки – это текущая цена, входная цена, ну, логично, цена, по которой мы открывали свою позицию. Цена ликвидации – это та цена, при которой наша позиция будет ликвидирована. То есть, помните, я вам объяснял, что если цена делает 10% вниз, то наша позиция ликвидируется, и мы с вами теряем все наше маржинальное обеспечение. С точки зрения шорт-позиции, все ровно наоборот. У нас цена ликвидации находится выше, да, то есть, если мы рассчитываем с вами на понижение и вносим в маржу 10% от нашей позиции, цена проходит 10% вверх, собственно, наша позиция ликвидируется. Если же цена идет вниз, то мы с вами, естественно, зарабатываем. Друзья, прежде чем мы продолжим, приглашаю вас присоединиться к нашему бесплатному торговому чату от проекта Климп. Собственно, в рамках этого чата вы сможете обмениваться с участниками своими сделками, сможете также подсматривать за чужими торговыми идеями и, в принципе, приятно проводить время, обмениваться опытом, получать помощь и поддержку на свои вопросы. Собственно, для того, чтобы в чат присоединиться, вам нужно перейти по ссылке под это видео и быть партнером из бирж. Собственно, все условия будут в боте. Еще раз, если хотите присоединиться в наш замечательный торговый чат и находиться в нашей тусовке, то переходите по ссылке под этим видео, активируйте бот, и он пришлет вам все дальнейшие подробные инструкции. Итак, мы с вами разобрались с тем, как открывать рыночные позиции, разобрались с лимитными маркет-родерами. Теперь давайте поговорим о том, как закрывать наши позиции. Мы с вами сейчас открыли две позиции. Одна в лонг, одна в шорт. И, допустим, мы не хотим дожидаться, пока они там закроются по стопу или по тейку, хотим просто закрыть все наши позиции. Как это делается? Мы нажимаем с вами на кнопочку «Закрыть» и у нас здесь сейчас с вами появляется вот такое окно. Мы выбираем с вами количество позиций, которые мы хотим закрыть в процентах. Ну, допустим, мы хотим закрыть весь наш шорт И выбираем тип, по которому мы хотим закрыть То есть это может быть маркет-цена То есть мы просто закрываемся с вами прям по текущей рыночной цене Либо же мы можем с вами, если мы уберем вкладку маркет Указать цену, по которой мы будем закрываться То есть это аналог лимитного ордера Например, это 26125 или что-нибудь из этой серии Давайте мы с вами просто по маркету Представим, что мы хотим зайти и закрыть всю нашу позицию На текущий момент Все, закрыть, 0.1 BTC Отлично, закрыли То же самое можем проделать с вами с нашей лонговой позиции Опять же, нажимаем закрыть Давайте здесь закроем уже по лимитнику Как это делается? Смотрите, текущая цена маркировки у нас 26119 Фиксируем нашу невероятную прибыль размером в 3 доллара Это бизнес! И закрываемся по цене 26120 Выбираем также количество Все, 100% позиции закрываем Нажимаем закрыть И как только цена у нас с вами подойдет к 26120 Да, вот видите, у нас появился ордер То все, наша позиция закрылась Потому что цена подошла Итак, друзья, на текущий момент Мы с вами разобрались с основными функциями фьючерсного аккаунта То есть мы с вами разобрались с тем Как наш фьючерсный аккаунт пополнить Как на нем торговать, открывать позиции Закрывать позиции Разобрались с разными типами ордеров Лимитный маркет ордера Разобрались с тем, что такое стопы и тейки И как закрывать наши позиции Теперь давайте некоторые фишечки разберем Которые помогут вам не наломать дров на фьюча Первая фишка, которую мы будем с вами разбирать, это калькулятор торговый. Для этого нам нужно нажать с вами три точки справа сверху. Далее мы нажимаем калькулятор. И здесь у нас есть несколько видов калькулятора. Ну, самое основное это P&L, да, то есть сколько денег вы можете заработать с одной позиции. Мы с вами можем, например, обозначить, какая у нас позиция. В нашей ситуации лом, кредитное плечо X10. Допустим, что наша цена входа будет 26100, а продавать мы будем, скажем, по 30000 долларов. И берем в задолженность там 1 биткоин. Нажимаем посчитать и, собственно, здесь он нам рассчитывает, какая нам нужна будет маржа на открытие позиции. Сколько денег мы потенциально можем заработать, какой у нас будет P&L и какая у нас будет комиссия лейкера за открытие нашей позиции. Следующий интересный калькулятор это цена ликвидации. То есть здесь, соответственно, мы можем с вами указать то, что у нас опять же лом, плечо X10. Давайте, допустим, входная цена 26100, как в нашем примере. Давайте задолженность, то есть это размер нашей позиции, 1 биткоин. И допустим, что маржа нашей позиции будет на 10-м плече, а давайте мы не будем им указывать маржу, мы просто так и укажем, посчитать 23596. Да, то есть это он нам считает изолированную маржу. И смотрите, если бы мы ему добавили, например, в позицию маржи 10 тысяч долларов, то у нас цена ликвидации бы уже снизилась. Собственно, сейчас я вам, кстати, заодно покажу, как вообще добавляется маржа в позицию. Это будет еще одна фишка. В чем она заключается? Например, вы открыли изолированную позицию, то есть на изолированной марже. Вы понимаете, что цена подходит к точке ликвидации, но вы не хотите, чтобы ваша позиция ликвидировалась, то есть вы осознанно готовы пересидеть свои убытки. В этой ситуации вы можете увеличивать количество маржи в вашей позиции и, собственно, благодаря этому ваша позиция будет жить дольше. Как это работает? Давайте мы с вами сейчас быстренько открываем по маркет-ордеру 0.1 BTC, открываем, допустим, позицию long, без стопов и тейков, просто открываем позицию. Дальше, что мы с вами делаем в видео, вот у нас здесь есть вкладка маржа, не вкладка, а такая строчка маржа, 261 доллар. И обратите внимание, что у нас текущая цена ликвидации 23 637. Что мы с вами делаем? Мы с вами заходим в маржу и, допустим, добавляем туда 500 долларов. Нажимаем подтвердить. И обратите внимание, как у нас снизилась точка ликвидации. То есть у нас точка ликвидации теперь с вами на уровне 18 614 долларов. То есть мы как бы с вами добавили маржи в позицию и отодвинули точку ликвидации. Но тут опять же я акцентирую ваше внимание на том, что нужно быть крайне осторожным. И если вы не понимаете, что вы делаете, то тут можно просто слить все свои деньги. То есть если вы поняли, что да, мне нужно удержать эту сделку, да, я не хочу ее ликвидировать, вот в этой ситуации вы можете добавить маржи в свой аккаунт и, собственно, продолжить находиться в позиции. Следующая фишечка, которую я хочу с вами разобрать, это так называемый трейлинг-стоп. Что такое трейлинг-стоп? Давайте на графике у нас для начала с вами это разберем. Откроем с вами полноценный график и обсудим, как это выглядит. Давайте, допустим, дневной график биткоина откроем, опять же, чтобы просто вам было понятно. Допустим, вы открываете свою позицию где-то вот здесь, да, то есть вы находитесь там в марте этого года, вы смотрите мой YouTube-канал, смотрите обзоры, которые я на него выкладываю. Кстати, подпишитесь на YouTube-канал, еще раз напоминаю вам, на телеграм-канал тоже подписываться. Вы смотрите обзоры на моем YouTube-канале, и я вам говорю, что я открываю лонг-позицию. Вы, собственно, решаете повторить эту ситуацию за мной, думаете, ну, вроде тут все доводы приведены, лонг-позиция обоснована открывать. И вы открываете лонг-позицию вот здесь примерно, по 20 тысяч долларов. На следующий день вы видите, что стоимость биткоина взрастает до 22 тысяч долларов, а ваш стоп-лосс тем временем находился, например, на отметке 18 тысяч долларов, то есть вы бы свой выток были готовы фиксировать по 18 и дальше терпеть не готовы. Вы понимаете, что в текущей ситуации, когда цена так далеко отошла от вашего стопа, его нужно двигать. Но вы также понимаете, что стоимость как бы может расти еще сильно выше, и действительно она еще потом выросла с 22 до 29, а потом и до 31 тысячи долларов. Как поступить в этой ситуации? В этой ситуации можно сделать трейлинг-стоп. Трейлинг-стоп – это динамический стоп-лосс, который отталкивается от последней цены актива. Как это устроено на практике? Допустим, вы на уровне 22 тысяч долларов ставите трейлинг-стоп на уровень 10%, то есть то, что ваш стоп-лосс, он будет на уровне 10%. Таким образом, ваш стоп-лосс, он смещается примерно на 20 тысяч долларов. Но у вас же стоит не 20 тысяч долларов, у вас стоит именно трейлинг-стоп на 10%. То есть, например, когда ваша цена возрастает до 24 тысяч долларов, одновременно с этим смещается и трейлинг-стоп, находясь на уровне уже 22 тысяч долларов. И дальше, собственно, он идет следом за вашей ценой. И получается, что когда цена дошла, например, до 24 тысяч долларов, если вдруг она бы здесь не стала расти, а резко развернулась вниз, то вам не нужно было бы ждать, пока она дойдет до вашего основного стоп-лосса на 18 тысяч долларов. У вас бы сделка здесь уже закрылась в профит на уровне 22 тысяч долларов. Ну и теперь, собственно, смотрим, как вся эта история у нас настраивается. Нажимаем кнопку торговать, обратно возвращаемся, открываем Take Profit Stop Loss. И теперь нас интересует... Давайте откроем частичная позиция, остановка трейлинга выбираем. Собственно, здесь мы можем с вами выбрать процент наклонения. Давайте укажем, например, 10. И здесь, собственно, мы можем указать то количество позиций, которые нам нужно будет закрывать. Окей, нажимаем подтвердить. И, собственно, теперь у нас будет с вами размещен трейлинг-стоп. Вот он, видите, у нас в ордерах указывается то, что при отклонении цены на 10% от последнего значения наша позиция будет закрыта. И вот здесь у нас показывается, собственно, с вами триггерная цена минимальная, на которую будет сдвигаться наш стоп-лосс в актуальном времени. Итак, следующая фишка. Честно сказать, я уже сбылся со счет, какая она у нас. Ну, лайк под это видео поставили, поэтому фишки для вас не жалко. Это частичное закрытие позиции. Что это такое и для чего это нужно? Допустим, мы с вами открываем лонг-позицию по биткоину на уровне 26 тысяч долларов. И мы хотим с вами забрать не один Take Profit на 27 тысячах, а мы хотим забрать 30% на 27, 30% на 28, 30% на 29 и 10% в финале забрать на 30. Для того, чтобы нам это сделать, нам нужно закрывать свою позицию частями, собственно. Сейчас будем разбираться с тем, как это делать. Поехали. Мы открываем с вами наш лонг, на котором мы с вами тренировались в открытии наших триггерных стопов, а если быть более точным, трейлинг стопов. Отменяем пока что наш трейлинг стоп, чтобы он нам здесь не мешался. И открываем опять же вкладочку TPSL. Собственно, нас здесь с вами интересует как раз частичная позиция. Да, мы здесь с вами выбираем настройки цены TPSL в цена. Окей. И теперь вводим значение Take Profit, по которому мы хотим закрывать наши сделки. Например, 27 тысяч долларов мы хотим закрыть 30%. Здесь внизу ползунком прям выбираем 30%. Нажимаем подтвердить. Отлично. Первый готов. Дальше еще раз нажимаем сюда же. Еще раз вводим, например, 28 тысяч долларов. Выбираем еще 30%. Он нам обратит внимание, сразу показывает, сколько денег мы с этого заработаем. Закрытие 30%. Нажимаем подтвердить. И, собственно, здесь мы видим с вами все ордера. Вы таким образом можете как закрывать частично тейки, так и частично закрывать стопы. Но, как правило, мы стоп ставим просто один, а тейков у нас идет по позиции несколько. И, в общем-то, вы можете это тоже делать в рамках своей торговли. Итак, друзья, в рамках этого видео мы разобрали с вами основные возможности торговых терминалов UChain на бирже OKX. Плюс поделился с вами некоторыми своими фишками. Если у вас остались вопросы, то оставляйте их в комментариях под этим видео. И напоминаю, что за регистрацию по нашим ссылкам на бирже OKX вы также можете забрать крутые бонусы от нашего проекта в виде торгового чата, курса по техническому анализу и бонус до 10 тысяч долларов непосредственно от биржи OKX при регистрации. Ссылочка находится под этим видео. Там же находятся ссылочки для вступления в наши торговые чаты. Ну и если вам интересно развивать в теме крипты, не забудьте подписаться на этот замечательный YouTube канал и включить уведомления. До скорых встреч!